А что власти могут сказать о ближайшем будущем этих предпринимателей и в целом, как пройдут грядущие каникулы, что готовится для горожан, а кому придется поработать? Об этом в своем интервью для нашей программы рассказал руководитель исполкома Фархад Латыпов. Итак, до 1 января осталось три дня. Что все-таки будет с предпринимателями, которые торгуют на рынках под открытым небом? Все проектно-сметные документации на Алане, на Келле и на Автозаводском завершены. Ведутся работы, я думаю, до 1 сентября, до лета, весной. Все эти вопросы они до конца доведут. Пока у нас сложность по Комсомольскому, там у нас произошла смена собственника. Я провел недавно совещание по этому поводу. Пока вышли из положения, мы провели как ярмарочную деятельность. Но это до бесконечности тоже продолжаться не может. Поэтому сейчас ведутся и с ними разговоры, переговоры, предлагаются дополнительные места. Качество вот этого закона, выполнение это, в первую очередь, защита, безопасность, комфорт. И мы к этому должны идти и выполнять. Многие специалисты митинслужб предрекают нам холодную в то же время снежную зиму. Насколько город готов к природным катаклизмам в следующем году? Мы все подготовились к зиме. Главная задача, как мы оперативно будем выполнять и в случае аварийных ситуаций. К зиме все наши предприятия, ГПАД, управляющие компании. И я вот подписал еще в ноябре месяц постановление о плане Буран. В случае серьезных снежных моментов мы, конечно, будем его запускать, этот план. Но пока сегодня в текущем режиме работаем. Как будут работать в грядущие каникулы сотрудники сферы жизнеобеспечения города? Все службы у нас в полной, как говорится, боевой готовности. И во время праздника будут круглосуточно работать все воды, тепло, газоснабжающие учреждения, предприятия. Во время праздников круглосуточно дежурство организовано. МЧС наша, она достойна всегда, как на страже нашего города, они очень оперативно и хорошо реагируют на все ситуации. Есть ли у нас какие-то слабые места в системе тепло- и энергоснабжения горожанам? Мы готовы, мы, как говорится, на особом контроле у нас. Я не думаю, что и в прошлые годы нам показали, что мы в критических ситуациях действуем очень оперативно и четко. Здесь я уверен, что все будет нормально. Главное, чтобы нам природа дала спокойно, как говорится, отдохнуть, нашим пчелницам погулять, попраздновать, чтобы не было меньше вот таких огорчательных моментов. А какая новогодняя программа подготовлена для челнинцев? Что их ждет в празднике? Очень серьезно сейчас подготовились наши управления культурой. Это наши театры. Все три театра у нас подготовили новые спектакли. По спортивным мероприятиям тоже очень много всего сделано. Лыжня, которую мы освещение сделали в этом году. Четыре катка городских все работают. Здесь на центральной площади все как стандартно, скажем, но с маленькими изюминками и новыми новшествами. Полностью до 13 января по дням там все расписано. Поэтому челнинцы могут от души развлекаться, видеть, смотреть творчество наших же челнинцев. Что бы вы пожелали гражданам в преддверии праздника? Я бы хотел пожелать, чтобы все, кто пожелает именно в бой курантов те желания, которые все пожелают себе, чтобы они сбылись в следующем году. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов, больше любви, добра. С наступающим Новым годом!